Сказка Павла Божова «Голубая змейка» читает Павел Беседин. Росли в нашем заводе два парнишечка по близкому соседству. Ланка-пужанка, долейка-шапочка. Кто и за что им такие прозвания придумал, прозвище? Это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили, под стать подобрались. У Мишкам вровень, селенкой вровень, ростом и годам тоже. И в житии большой разлучки не было. У Ланка отец родобоем был, у Лейка на золотых песках горевал. О матери известно, по хозяйству мытарились. Ребятам нечем было друг перед дружкой погородиться. Одно у них не сходилось. Ланка свое прозвище за обиду считал. А Лейку лесно казалось, что его так ласково зовут. Шапочка. Не раз у матери припрашивал. Ты бы, мамонька, сшила мне новую шапку. Слышишь, люди меня шапочкой зовут. А у меня тятень Малахай. Да и тот старый. Дружбе ребячей это не мешало. Лейка первым в Драку лес, коли кто обзовет Ланка пужанком. Какой он тебе пужанка? Кого испугался? Так вот и росли парнишечки. Редком, да лотком. Рассорки, понятно, случалось. Да ненадолго. Промигаться не успеет. Опять вместе. И то, ребят, вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготнее таким-то с малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть, да поспать прибегут. Мало ли в ту пору у ребят всякого дела. В бабки поиграть, в городки, шариком порыбачить тоже. Покупаться за ягодами, за грибами сбегать. Все. То и горочки-то облазить. Мало ли их. Пенечки на одной ноге обскакать. Утянуться из дома с утра. Ищи их. Только этих ребят не больно-то искали. Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали все время. Пришел наше шатало. Ух, корми его теперь. Зимой по-другому приходилось. Зима известна. Всякому зверю хвост подожмет. И людей не обойдет. Ланка с лейком зима по избам загоняла. Одежонка, видишь, слабая. Обувка жиденькая. Недалеко в них ускочишь-то. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать. Чтоб большим под руку не подвернуться. Забьются оба на палате. Да там и посиживают все время. Двоим-то все-таки как-никак веселее. Когда и поиграют. Когда про лето вспомнят. Когда просто слушают о чем-либо большие говорят. Вот раз сидят, это кони. Оклейкивая сестре, Марьюшке, подружки набежали. Время к Новому году подвигалось. А по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть. Да разве подступишься? Близко не пускают. А Марьюшка по-свойски еще под затыльников надавала. Уходи вон там, туда, на свое место. Она, видишь, это Марьюшка. Из сердительненьких была. Которой год в невестах. А женихов не было, да не было. Девушка будто и вовсе хорошая. Да маленько косоротенько. Изъян вроде невелик. А парни все же браковали ее из-за этого. Ну, она и сердилась. Забились ребята на палате. Пыхтят. Да помалкивают. А девчонкам весело. Золу сеют. Муку по столешнице раскатывают. Угли перекидывают. В воде брызгаются. Перемазались все. Свизгом хохочут. Одна на другой. Только Марьюшке не весело. Она, видно, Изверилась во всякой ворожбе. Говорит. Пустяк это. Одна только забава. Одна подружка на это и скажи. По-доброму-то ворожить боязно. А как? Спрашивает Марьюшка. Подружка и рассказала. От бабушки слыхала. Самое правильное гадание будет такое. Надо вечером, как все уснут, Свой гребешок на ниточки повесить на поветях. А на другой день, когда еще никто не пробудется, Снять этот гребешок. Тут все и увидишь. Все любопытствуют. Как? А девчонка объясняет. Коли в гребешке волос окажется, В тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса, нет твоей судьбы. И про то догадываться можно. Какой волос муж будет? Ланка с Лейком приметили этот разговор. И то смекнули. Ага. Что Марьюшка непременно так ворожить станет. И оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Ага. Ребята изговорились. Подожди. Мы тебе припомним. Ага. Ланка в тот вечер домой ночевать не пошел. У Лейка на палатах остался. Лежат, будто похрапывают. А сами друг к дружку кулачонками-то в бока подтыкивают. Гляди. Не уснимал. Как большие все уснули. Ребята слышат. Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней. И углядели, как она на повете залезала и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала. Дрожит. Зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла. Поежилась маленько. И слышно стало. Уснула. Ребятам того и надо. Слезли с палатей. Оделись. Как пришлось. И потихоньку вышли из избы. Что делать? Об этом они уж сговорились. У Лейка. Видишь. Мерин был. Не то чалый. Не то бурый. Звали его Голубка. Ребята и придумали. Этого Мерина Марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно. Только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок. Начесали с Голубка шерсти. И гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались. И крепко-накрепко заснули. Пробудились поздненько. Из больших в избе одна Лейкова мать была. У печки топталась. Пока ребята спали. Тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех. И достала свой гребешок. Видит, волосу много. Обрадовалась. Жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят. Что-то не вовсе ладно. Дивятся. Какой волос-то чудный. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом одна разглядела в гребешке силышки от конского хвоста. Подружки и давай хохотать над Марьюшкой. У тебя, говорят, женихом-то голубка оказался. Марьюшке это за большую обиду. Она разругалась с подружками. А те, знай, хохочут. Кличку ей объявили. Голубкова невеста. Прибежала Марьюшка домой. Жалуется матери. Вот какое горе приключилось. А ребята помнят вчерашние подзатыльники. С палатей подразнивают. Голубкова невеста. Голубкова невеста. Марьюшка тут вовсе разревелась. А мать смекнула. Чихо-то рук дело. Закричала на ребят. Что вы, бесстыдники, наделали? Без того у нас девку женихи обходят. А вы ее на смех поставили. Ребята поняли. Вовсе не ладно вышло. Давай перекоряться. Это ты придумал? Нет, ты. Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую штуку подстроили. Кричит им. Что вам самим голубая змейка привиделась? Вот так вот я вам скажу. Чтоб и все. И привидеться. Тут опять на Марьюшку мать напустилась. Замолчи, дура. Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь. Про змею-то говорить. Марьюшка в ответ на это свое говорит. Мне что до того? Не глядела бы на свет белый. Хлопнула дверь ее, выбежала в ограду. И давай там снеговой лопатой голубка гонять. Будто он в чем виноват. Мать вышла. Сперва пристрожила девку. Потом в избу вела. Уговаривать стала. Ребята видят, не до них тут. Утянулись к ланку. Забились там на палате. И посиживают смирно. Жалко им, Марьюшку. А чем теперь поможешь? И голубая змейка в головенках застряла. С шепотом спрашивают один у другого. Лайка, ты не слыхал про эту самую голубую змейку-то? Нет, а ты тоже не слыхал. Шептали, шептали. Решили у больших спросить. Когда дело маленькое, так немножко призомнется-то. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята, и давай разузнавать про голубую эту самую змейку. Кого они спросят, те отмахиваются. Не знаю. Да еще и грозятся. Возьму вот пруд. Да отвожу обоих. Забудете спрашивать. Ребятам от этого еще любопытнее стало. Что это за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя? Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой, порядка выпивший, и сел в избушке на заваленке. А ребята знали, что он такое время поговорить больно хочет. Ланка и подкатился. Тятя, ты видал голубую змейку-то? Отец, хотя сильно выпивший был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятие сделал. Чур-чур-чур. Не слушай, наша избушка, хороменка, не тут слово сказанное. Пристрожил ребят, чтоб на предки такого не говорили. А сам, все-таки выпивший, поговорить-то ему охота. Посидел так, помолчал, потом и говорит. Пойдемте на бережок. Там свободнее про всякого сказывать. Пришли на бережок, закурил Ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит. Так и быть, скажу вам. А то еще беды наделаете своими разговорами. Вот слушайте. Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше четверти. И до того легонькая, будто в ней вовсе никакого веса нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком. Головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает. Да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная причерная. А одному увидеть голубую змейку – прямое счастье. Наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь, да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз тоже не придешь. Потому место сразу забудешь. Ну, а когда змейка двоим-троим, либо целой артельке покажется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружки станут, что до смертоубийства дело дойдет. У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят. Боятся, как бы она ни показалась при двоих или троих. А показаться она везде может. В лесу, в поле, в избе и на улице. Да еще сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается. Только узнать ее все-таки можно. Как идет, так даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется. Это первая примета. А вторая такая. Из правого рукава золотая струя бежит. Из левого черная пыль сыплется. Наговорил этот таланков отец и наказывает ребятам. Смотрите, никому об этом не говорите. И вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи. А как ее звать? Спрашивают ребята. Этого отвечает. Не знаю. А если бы знал, тоже бы не сказал. Потому опасно это дело. На том разговор и кончился. Ланков отец еще раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоем про голубую змейку даже не поминать. Ребята сперва сторожились. Один другому напоминал. Ты гляди, про эту штуку не говори и не думай. Как со мной вместе. В одиночку надо. Только как быть, когда лейка с ланком всегда вместе. И голубая змейка ни у того, ни у другого с ума не идет. Время к теплу подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава около живой воды. Повозиться охота. Лодочки пускать. За пруды строить. Меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком этим самым к пруду и спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали. А ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке. Да и побежали за завод. Там, дескать, из лесу еще долго ручейки бежать будут. На любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай за пруду делать. Да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить. Каждому в одиночку плотнику сделать. Вот и разошлись. По ручью-то лейка пониже, ланка повыше шагов, поди на полсотни. Сперва перекликались. У меня смотри-ка, а у меня хоть завод строят. Ну, все-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются. Как лучше сделать. У лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтоб в склад вышла. Эйка, эйка, голубая змейка, объявись, покажись, колеском покрутись. Только пропел видит на него с горки голубенькое колесико катится. До того легонько, что сухие былинки и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилась, лейка разглядел. Эта змейка колечком свернулась. Головенку вперед уставила, да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брыжут. Глядит на это лейка, а ланка ему кричит. Лейка, гляди-ка, вон она, голубая змейка. Оказалось, что ланка это же самое видел. Только змейка к нему из-под горки поднималась. Как ланка закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся. Я и глазки разглядел, а я хвостик видел, она им упрется и подскочит. Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся. Лейка, как он все-таки поживее был, подбежал к своему прудику за лопаткой. Сейчас, кричит, золото добудем. Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла. Ланка на него налетел. Что ты делаешь? Загубишь себя. Тут поди-ка черная беда рассыпана везде. Подбежал к лейку и давай его отталкивать. Тот свое кричит, упирается. Ну, и разодрались ребята. Ланку с горки с подручня он и оттолкал лейкой подальше. А сам кричит. Не допущу в том месте рыться. Себя загубишь. Надо с другой стороны. Тут опять лейка набросился. Никогда этого не будет. Загинишь там. Сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась. Так вот и дрались, так и дрались. Один другого остерегает, а сами тумаки дают. Дареву дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чем штука. Видели змейку с разных сторон. Потому правая слева и не сходятся. Подивились ребята. Как она нам голову-то закружила. Обоим навстречу показалось. Насмеялись. Она над нами насмеялась. И мы над собой. До драки довела. А к месту и не подступишься. В другой раз. Не прогневайся. Не позовем. Умеем. А не позовем. Решили так. А сами только о том и думают. Чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме. И то было. Не попытать ли в одиночку. Ну, боязно. Да перед дружком-то как-то не складно. Недели две. А то и более. Все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейка начал. А что, если нам еще раз голубую змейку позвать. Только чтоб с одной стороны глядеть. Ланка добавил. И чтоб не драться. А сперва разобрать. Нет ли тут обмана какого. Сговорились так. Захватили из дома по кусочку хлеба. Да по лопатке. И пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла. Прошлогоднюю ветошь. Всю зеленой травой закрыла. Весенние ручейки давно пересохли. Цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам. Остановились у Лейкиной и начали припевать. Эйка, эйка, голубая змейка. Объявись, покажись. Колеском покрутись. Стоят, конечно, плечо к плечу, как уговорились. Оба носиком по теплому времени. Босиком. Не успели кончить припевку. От ландской запруды показалась голубая змейка. По молодой-то травке скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искрой. Налево такой же густой черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели. Да Лейка смекнул. Ухватил ланка за пояс. Поставил перед собой и шепчет. Негоже ни черной стороне оставаться. Змейка все же их перехитрила. Меж ног у ребят прокатилась. У каждого одна штанина золоченая оказалась. Другая, как дегтом вымазана. Ребята этого не заметили. Смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят. Пень с одной стороны золотой стал, а с другой черный, причерный. И тоже твердый, как камень. Около пня дорожка из камней. Направо желтые, налево черные. Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланка сгоряча ухватил один и чует. Ой, тяжело не донести такой. А бросить боится. Помнит, что отец говорил. Сбросишь хоть капельку, все. В простой камень перекинется. Он и кричит, Лейка. Поменьше выбирай. Поменьше. Этот тяжелый больно. Лейка послушался, взял поменьше. А он тоже тяжелым показался. Тут он и понял, что у Ланка камень вовсе не под силу и говорит. Брось, а то надо рвешься. Ланка отвечает. Если брошу, все в простой камень обернется. Брось, говорю, кричит Лейка. А Ланка упирается. Нельзя, говорит. Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись. Подошли еще раз посмотреть на пенек. Да на каменную дорожку. А ничего не оказалось. Пень как пень. А никаких камней. Ни золотых, ни простых. Вовсе нет. Ребята. И судят. Обман один это змейка. Никогда больше думать о ней не будем. Пришли домой. Там им за штаны попало. Макери отмутузили того и другого. А сами девятся. Как-то им пособит и вымазаться на один лад. Кто это? Это в самом деле. Не могли догадаться. Одна штанина в глине. Другая в дегте. Ухитриться тоже надо такое сделать. Ребята после этого вовсе на голубую змейку рассередились. Даже сильно осерчали. Не будем больше о ней говорить. И слово свое твердо держали. Не раз с той поры у них и разговора о голубей змейке не было. Забыли они про эту змейку голубую. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали. Раз ребята ходили за ягодами, набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдыхать. Сидят в густой траве, разговаривают. У кого больше набрано, да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змейке и не подумал. Только видят, прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору ходят. Кто за ягодами, кто за покосными делами. Одно показалось им непривычным. Идет, как плывет, совсем легко. Поближе подходить стало. Ребята разглядели. Ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышется, а с левой черное. Ребята и уговорились. Отвернемся, не будем смотреть, а то опять до драки доведет. Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг их подняло. Открыли глаза, видят, сидят на том же месте. Только примятая трава поднялась. А кругом два широких обруча. Один золотой, другой чернокаменный. Видно, женщина обошла их кругом, да из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать. Да золотой обруч не пускает. Как перешагивать? Надо, он поднимется. И поднырнуть тоже не дает. Женщина смеется. Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу. Тут Лейка с Ланком молились к ней. Тетенька, мы тебя не звали. А я, отвечает, сама пришла поглядеть на охотников, добыть золото без работы. Ребята просят. Отпусти, тетенька, мы больше не будем. И без того два раза подрались из-за тебя. Не всякое говорит драка человеку в покор. За иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корости, либо жадности. А друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила. Хочу еще испытать. Насыпала из правого рукава золотого песку, из левого черной пыли. Смешала на ладони и стала у нее плиткой черно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две ровненькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит. Коле, которое хорошее, другому задумает, у того плиточка золотой станет. Коле пустяк, выйдет бросовый камешек. У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говорила, а ребята видели. Стала она вовсе не веселая. Теперь ребята про это и вспомнили. И каждый пожелал. Хоть бы поскорее прозвище голубкого невеста забылось, и вышла бы Марьюшка замуж. Пожелали так, и плиточки у обоих стали золотые. Женщина улыбнулась. Хорошо подумали. Вот вам за это награда. И подает им по маленькому кожаному кошельку. С ременной завязкой. Тут, говорит, золотой песок. Если большие станут спрашивать вас, где взяли, скажите прямо, голубая змейка дала, да больше ходить за этим не велела. Не посмеют дальше разузнать. Поставила женщина обруч на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, об этот обруч, на черной левой, и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят, не женщина эта, а голубая змейка. И обручи в пыль перешли, правой в золотую, левой в черную. Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки до кошелечки по карманам и пошли домой. Только Ланка промолвил. Нежирно все-таки отвалило нам золотого песку. Лейка на это и говорит, столько, видно, заслужили. Дорогой Лейка чует, сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек. До того он вырос. Спрашивают у Ланка, у тебя тоже кошелек вырос? Не, отвечает, такой же, какой был. Лейку неловко показалось перед дружком, что песку у них не поровну. Он и говорит, давай, отсыплю тебе. Ну что ж, отвечает, отсыпь, если не жалко. Сели ребята близко к дороге, развязали свои кошелечки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмет Лейка из своего кошелечка горсочку золотого песка, а он в черную пыль перекинется. Ланк тогда и говорит, может, все-таки обман, опять, как раньше было. Взял щепотку из своего кошелька, песок, как песок, настоящий золотой. Высыпал щепотку Лейку в кошелек. Перемены не вышло. Тогда Ланка все и понял. Обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом Лейку. И кошелек на глазах стал пребывать. Домой пришли оба с полнехонькими кошельками. Отдали свой кошелек в песок семейным и рассказали, как голубая змейка велела. Все понятно, радуется. А у Лейка в доме еще новость. К Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселохонькая, бегает, и рот у нее в полной исправе. От радости, то ли или от чего. Жених верно какой-то чубарой волосом. А парень веселый, к ребятам ласковый. Скоренько с ним сдружились. Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь. И оба удачливо в своих делах были. Видно, помнила их змейка, и черный свой обруч от них золотом отделяла все время.